Доброе утро, дорогие зрители! Вы смотрите «Утро» на ОТВ. С вами Елена Краева и Наталья Гончарова. Здравствуйте! Сегодня будет, как всегда, много интересного, так что встречайте новый день только с нами. Итак, новые социальные выплаты, дополнительные меры соцподдержки некоторых категорий жителей Подмосковья обсудили на совещании в окружной администрации. В честь героя в 7-й Одинцовской гимназии открыли мемориальную доску в память об участнике спецоперации Александре Кобзеве. Обмен опытом профориентационный интенсив для старшеклассников Одинцовских школ прошел в библиотеке номер один. Вечер памяти. Творческий праздник прошел в Новоивановском в честь 90-летия со дня рождения Владимира Наджарова. И борьба за выход в полуфинал. На центральном стадионе в Одинцове сразились две команды медиафутбола – «Амкал» и «Броукбойс». Сегодня четверг, 22 июня. В этот день, 102 года назад, в 1921 году, в Москве вступила в действие первая радиотрансляционная сеть. Центральная станция стала передавать сигнал на приемники, расположенные в зоне охвата, и мгновенно сообщать горожанам важную информацию. К 1931 году сеть насчитывала 25 тысяч радиоприемников. В основном они располагались на производствах или на улицах, позже начали проникать в жилые дома. Кстати, именно проводное радио стало основным источником информации для жителей во время Великой Отечественной войны, которая началась ровно через 20 лет – 22 июня 1941 года. Великая Отечественная война Великой Отечественной войны, в ходе которой германское командование планировало за несколько месяцев захватить весь Советский Союз, провалился в битве под Москвой. В скором времени советская армия разбила фашистские войска под Старинградом и Ленинградом на Курской дуге, а затем и в ходе Берлинской операции. В 1996 году 22 июня было объявлено президентом России Днем памяти и скорби, а в 2007 году День начала Великой Отечественной войны был включен в перечень памятных дат России. В этот день по всей стране приспускаются государственные флаги, отменяются развлекательные передачи, проходят памятные мероприятия с зажжением свечей, возложением цветов к памятникам и мемориалам. 22 июня 1941 года началась и героическая оборона Брестской крепости. В результате внезапного нападения фашистов гарнизон оказался отрезанным от основных частей Красной Армии, однако пехотинцы вермахта встретили яростный отпор советских солдат. Большинство защитников крепости погибли, но не сдались. Сегодня на этом месте открыт мемориал. 22 июня 1898 года родился автор самого популярного антивоенного романа XX века «На Западном фронте без перемен» немецкий писатель Эрих Мария Ремарк. Произведение было написано еще после Первой мировой войны, а в 1933 году нацисты сожгли все произведения Ремарка, запретив читать его книги, ссылаясь на то, что он якобы имеет еврейское происхождение. Также свой день рождения сегодня отмечают народная артистка РСФСР Светлана Крючкова, российский актер театра и кино Кирилл Гребенчаков и американская актриса и общественный деятель Мэрил Стрип. И к новостям нашего округа. По инициативе губернатора Андрея Воробьева в Московской области принимаются дополнительные меры для социальной поддержки пенсионеров, родителей и детей с ограниченными возможностями здоровья. Что именно изменилось и каковы сроки исполнения данного поручения обсудили на традиционном совещании главы Андрея Иванова в окружной администрации. Подробнее о мерах поддержки в нашем материале. В Подмосковье увеличат социальные выплаты. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с правительством и главами округов. Мы увеличиваем выплаты за школьную форму, а также доплаты одиноко проживающим пенсионерам, которые имеют низкий доход. Материальные выплаты для отдельных категорий граждан будут осуществляться на территории округа, начиная с июля этого года. Это политика губернатора, которая касается заботы о детях, заботы о старшем поколении и о людях с ограниченными возможностями здоровья. Доплаты получат неработающие пенсионеры, семьи с детьми-инвалидами и многодетные. Для последней категории граждан в округе порядка пяти тысяч таких семей увеличат размер компенсации расходов на приобретение школьной формы. Если доход семьи ниже 17 тысяч рублей, это прожиточный минимум, ниже прожиточный минимум на каждого члена семьи, семья многодетная, ну и, соответственно, если дети обучаются в Московской области, то выплата будет производиться в размере 10 тысяч рублей. Если в таких многодетных семьях есть будущий первоклассник, ему дополнительно вручат рюкзак со всеми необходимыми школьными принадлежностями. Еще одна мера – предназначена ли семей с невысокими доходами на уход за детьми-инвалидами. Они получат по 18 тысяч рублей. Если семья из трех человек и, к примеру, 120 тысяч рублей месячный доход на семью, то, как и получали, семья будет получать 10 тысяч рублей в месяц. Если семья три человека и 104 тысяч рублей месячный доход, то 10 тысяч рублей и плюс 18 тысяч рублей в месяц. Ну и, соответственно, минимальный уровень дохода – 51 тысяча в месяц на семью из трех человек. 8 тысяч рублей будет получать семья и плюс также 18 тысяч рублей в месяц. С 20 августа начнут действовать меры соцподдержки для пенсионеров, достигших 65 лет, не работающих и проживающих на территории Подмосковья более 10 лет. Если пенсия 15 тысяч рублей, то 24 тысячи рублей пенсионер получает сразу и потом по 3 тысячи рублей в месяц. Если же в текущем моменте пенсия уже 16 тысяч рублей, то 16 тысяч рублей пенсионер получает сразу и потом по 2 тысячи рублей каждый месяц. Ну и если пенсия 17 тысяч рублей, то сразу получает пенсионер 8 тысяч рублей и потом по 1 тысяче рублей в месяц. На сегодняшний день минимальная пенсия в Московской области составляет 15 тысяч рублей. Перерасчет будет производиться с начала этого года. Выплаты придут проактивно, никаких заявлений писать не нужно. О зачислении денежных средств граждане узнают из СМС. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». В Одинцовской гимназии номер 7 открыли мемориальную доску в память об участнике специальной военной операции Александре Кобзеве. В церемонии открытия приняли участие родные герои, школьники, активисты Одинцовского отделения «Единой России» и первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина. Рассказывает Екатерина Крамор. Герой не гибнет, умирая, двойная жизнь ему дана. И эта жизнь его вторая, бессмертной славы полна. Александр Кобзев родился в 1994 году. В 2012 окончил 7-ю Одинцовскую гимназию и поступил в ВУЗ. Стал юристом и успешно работал. А осенью прошлого года молодой человек был мобилизован и ответственно выполнял поставленные задачи в зоне спецоперации. При исполнении воинского долга погиб в феврале этого года. Мы всегда будем гордиться вашим сыном, светлой ему память, царство ему небесное. Это достойные герои, к которым должна порогнаться наша молодежь. Это настоящий мужчина, молодой мужчина, который... Ведь, к сожалению, так получилось, что общество разделилось. Может, ребятишки пока маленькие не понимают, но он прекрасно понимает, что приходит момент в жизни, когда нужно сделать свой выбор. И выбор Александр сделал. Честно отдал свой долг родине. За отвагу и бесстрашие он был награжден орденом мужества посмертно. Память выпускника почтила, приняв участие в церемонии открытия мемориальной доски на здании 7-й гимназии первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина. На церемонии присутствовали и активисты Одинцовского отделения «Единой России». Мероприятие прошло в рамках реализации проекта «Историческая память». Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». К новостям региона. 15 рабочих дней уйдет на оформление земельного участка по губернаторской программе «Земля врача». Реализация проекта в Подмосковье идет с 2021 года. Участки предоставляются для индивидуального жилого строительства или ведения личного подсобного хозяйства. Получить участок в безвозмездное пользование могут медики, чей стаж работы по специальности в региональном учреждении здравоохранения составляет не менее трех лет. Для участия необходимо подать заявку, обратиться в местную администрацию и выбрать участок. Ну а другие новости региона смотрим прямо сейчас. Около 95 тысяч случаев езды с непристегнутыми ремнями безопасности зафиксировали в регионе дорожные камеры с начала года. Автоматическая фиксация данного вида правонарушения – это работа для повышения безопасности и снижения аварийности с тяжкими последствиями в целях реализации проекта «Безопасные качественные дороги». На дорогах Подмосковья работают порядка двух тысяч комплексов фото- и видеофиксации. Более трети из них распознают отсутствие ремня безопасности у водителя. Социальные предприниматели Подмосковья могут воспользоваться услугой центра «Мой бизнес» и разместить две бесплатные вакансии на сайте крупнейшего рекрутингового агентства. Услуга доступна в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». По условиям программы опубликовать вакансии необходимо в течение 30 дней с момента получения услуги, после чего вакансия будет доступна на сайте в течение 30 календарных дней. Узнать об услуге подробнее и подать заявку на ее получение можно на инвестиционном портале Московской области. С 23 июня открывается регистрация на старты полумарафона «Сергиевым путем» для юных бегунов в возрасте от 4 до 11 лет включительно на дистанции 300 и 600 метров. Чтобы заявить ребенка, необходимо зарегистрировать его на странице бегового события. Регистрация открыта и на дистанции для взрослых спортсменов 3, 5, 10 и 21,1 километра. При этом дистанция в 3 километра организована специально для тех, кто только начинает заниматься бегом. Профориентационный интенсив для старшеклассников Одинцовских школ прошел в библиотеке номер 1. В этот раз с ребятами пообщались представители бизнеса. Рассказали свои истории успеха, поделились опытом, посоветовали, как правильно выбрать будущую профессию. Насколько полезным оказалось общение, узнала Полина Бахова. Правильный выбор профессии – залог счастливого и обеспеченного будущего. Поэтому именно в старших классах вопросу профориентации стоит уделять особое внимание. Для того, чтобы определиться в жизни с профессией, мне кажется, наиболее важно понять себя, понять то, что у тебя получается лучше всего, и только после этого решать, какую профессию ты можешь освоить. Для облегчения выбора профессии управление образованием уже во второй раз приглашает на встречу с учащимися 8-11 классов различных специалистов. В этот раз перед аудиторией выступили представители бизнеса. Они считают, что для получения нужного результата придется проработать немало вопросов. Поговорить с ними по поводу, как им выстраивать свои взаимоотношения в жизни, с собой, с культурой, с обществом. Спикеры поделились накопленным опытом, рассказали, с какими сложностями можно столкнуться и как их избежать. Ведь сами они в юном возрасте начинали все тоже с нуля. Прежде чем заниматься бизнесом, Антонина Лобачева работала журналистом газеты. Секреты успеха, о которых я не знала, в 20 лет. Я расскажу свой путь, поделюсь тем, что я прошла, и расскажу о том, что им поможет добиться успеха в своем деле, будь то просто работа на себя или на кого-то, или построение бизнеса с нуля. С ребятами провели интересные игры по профориентации. Задания помогли определить характер, который в большей степени влияет на увлечение, образ жизни и выбор любимого дела. Нам давали бланки, и мы выбирали 10 своих ценностей. И надо было по шкале заполнить от 1 до 10. И так мы характеризуем себя через эти ценности. В преддверии вступительных экзаменов еще есть время, чтобы применить эти полученные навыки и правильно выбрать учебное заведение. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». К новостям столицы. Новая трамвайная линия появится на востоке Москвы. Ее строительство улучшит условия транспортного обслуживания в районе Ивановское и перераспределит потоки движения. Специалисты выложат трамвайную линию от 3-й Владимирской улицы вдоль шоссе энтузиастов до улицы Столиваров. По маршруту следования создадут 5 остановочных пунктов – конечную станцию и разворотное кольцо. Общая протяженность линии составит 3,5 километра. Ну а что еще интересного произошло или произойдет в ближайшее время в столице, узнаем прямо сейчас. В Москве завершили реставрацию 200-летнего деревянного дома. Он был построен в 1818 году в Долгом переулке. Сейчас это улица Бурденко. Для коллежского ассессора директора чертежного отдела Московской межевой канцелярии Гавриила Полибина. На протяжении почти всей своей истории до начала 1980-х оставался жилым. После завершения реставрации здесь разместился выставочный зал Фонда Святого Архангела Михаила и творческие мастерские. Полюбоваться интерьерами этого образцового московского особняка теперь можно в течение всего года на экскурсиях, организуемых фондом, либо в рамках Дней исторического и культурного наследия в Москве. 23 июня городская служба занятости организует в Москве федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Участники смогут выстроить индивидуальную карьерную стратегию, развить гибкие навыки, пройти собеседование с крупнейшими работодателями из разных сфер и получить предложение о работе за один день. Записаться можно на сайте центра «Моя работа». Ярмарка пройдет с 10 часов утра до 5 вечера. Участие бесплатное. В столице впервые пройдет конкурс краеведческих проектов «Место знания». Отправить свои работы до 30 июля могут сотрудники городских музеев, библиотек, выставочных залов и других учреждений культуры. Основное требование ко всем проектам – они должны быть уже реализованы или начало их работы запланировано на 2023 год. Проект поможет жителям и туристам познакомиться с малоизвестными достопримечательностями города. На территории столицы много интересных локаций, которые свидетельствуют о многовековой истории Москвы. Вы смотрите «Утро» на ОТВ. Далее в программе вы увидите. Вечер памяти. Творческий праздник прошел в Ново-Ивановском в честь 90-летия со дня рождения Владимира Наджарова. Борьба за выход в финал. На центральном стадионе в Одинцове сразились две команды медиафутбола – «Амкал» и «Броукбойз». И «Про людей». Своими профессиональными секретами и планами на будущее с нашим корреспондентом поделилась певица Людмила Серебрякова. В честь 90-летия со дня рождения Владимира Наджарова коллеги, друзья, родные и близкие собрались на творческом празднике. Поэт и основатель литературного объединения «Ново-Ивановская муза» ушел из жизни два года назад. Но стихи и песни, звучащие со сцены, продолжают дело его жизни, хранят память о нем. На вечере памяти побывала наша съемочная группа. Мой жизненный принцип таков – нет наций плохих и хороших, и вижу своих земляков я в каждом случайном прохожем. Можно сказать, именно таких принципов придерживался Владимир Ваганович Наджаров – талантливый поэт, педагог, обладатель многих литературных премий. С 2005 года он возглавил литературное объединение «Ново-Ивановская муза», которое стало его главным детищем. В честь 90-летия поэта его преемники читают стихи, поют песни, вспоминают, каким он был. Это очень сложно, потому что Владимир Ваганович оставил очень глубокий след. И, конечно же, после такого человека вести сложно. Но я стараюсь сохранять все традиции, которые заложил Владимир Ваганович. Лит-объединение – это литературные вечера и встречи, обсуждения с коллегами работ, взаимопомощь и поддержка. Владимир Наджаров безмерно любил свой родной край, отражал это в стихах и творчестве. Поэтому земляки до сих пор относятся к нему с большим уважением и любовью. «Действительно, поэты не забываются. И это правильно. Вот Владимир Ваганович относится как раз к тем людям, к тем людям, которых помнят и будут помнить». Он ушел из жизни 3 марта на 88-м году. Но его дело продолжается в стихах, в работе творческого объединения, в сердцах читателей, коллег, родных и близких. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». К новостям России. В Бурятии спасателями была найдена девушка, которая заблудилась за 18 дней до этого и провела 2,5 недели в лесу. Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы обследовали более 130 квадратных километров леса. В итоге местная жительница 1994 года рождения была найдена живой и передана врачам в удовлетворительном состоянии. Ну, с другими новостями России познакомимся прямо сейчас. Землетрясение магнитуды 3,5 балла произошло в Черном море у побережья Краснодарского края. Эпицентр находился в 30 километрах от берега в районе Туапсинского муниципального округа. Очаг залегал на глубине 5 километров. В результате происшествия никто не пострадал. Разрушений нет. Инфраструктура и службы работают в обычном режиме. В России научились создавать полностью отечественные жаростойкие элементы. Производить такие детали для современной энергетики из недорогих отечественных сталей возможно с помощью метода электрохимического осаждения, считают кировские ученые. Топливные элементы являются источниками тока, в которых энергия химической реакции сразу превращается в электрическую. По схожему принципу работают обычные батарейки, аккумуляторы и другие электрохимические устройства. Российские палеонтологи во время раскопок на Таймыре обнаружили останки древних присмыкающихся. Значительная их часть принадлежит представителям двух семейств плезиозавров – короткошеям и длинношеям. Это вымершие присмыкающиеся, длина которых доходила до 20 метров. Были обнаружены кости как взрослых особей, так и детенышей плезиозавров, а также фрагменты панцирей древних черепах. Ученые отметили уникальность находки, поскольку обычно пласты со столь древними отложениями скрыты под толщей более молодых пород. Возвращаемся к новостям округа. На центральном стадионе в Одинцове сразились две команды медиафутбола – «Амкал» и «Броукбойз». По итогу матча победитель вышел в полуфинал, а проигравший отправился в нижнюю часть турнирной таблицы. За успехами футболистов следила наша съемочная группа. Заряженные на победу участники футбольных команд и, конечно же, боевой настрой. На центральном стадионе в Одинцове встретились «Амкал» и «Броукбойз». Они сразились в матче в четвертьфинале медиалиги. Будут смотреть все это сотни тысяч или даже миллионы людей, чтобы о городе знали, как о городе победители, о парнях знали, как о людях победителях. Я считаю, что мы все в этом году делали правильно и заслуживаем сегодня выиграть. Но соперник, соперник звездный. Игра стала по-настоящему масштабной. На трибунах две с половиной тысячи болельщиков, а в интернете за игрой в это время наблюдали 120 тысяч человек. За все время матчи у «Броуков» уже даже появились свои футбольные традиции. Я хожу на все матчи, кроме первого, все шесть победных матчей. Я надеваю эти кроссовки, эти штаны и эту футболку. Основное время игры завершилось со счетом 0-0. Но если матч заканчивается ничьей, назначают буллетальти. Смешение пенальти и буллитов. К сожалению, здесь приметы не помогли. 3-1, но в пользу Амкала. Именно эта команда вышла в полуфинал медиалиги. Екатерина Крамор, телекомпания «Одинцова». В горках десятых обновят хоккейную коробку, расположенную рядом с домом номер 29. В 2017 году здесь уже заменили искусственное покрытие. Сейчас объект вновь требует обновления. Кроме того, специалисты заменят борт и отремонтируют фасад. По данным администрации округа, благоустройство хоккейной коробки планируется провести в 2024 году. Об этом пишет телеграм-канал «Проокруг». Ну, о других новостях, которые обсуждают в окружных соцсетях, расскажем в нашей рубрике. В Звенигородском манеже открылась выставка щепковых музыкальных инструментов «Ремесло, пережившее эпохи. Звенигородские музыкальные мастера». Здесь можно увидеть работы современных шиховских мастеров – балалайки, гитары, домры, мандолины. Выставочный зал украсили оригинальными старинными наличниками. Ими раньше обрамляли окна или двери в домах. А теперь эта кружевная деталь русской архитектуры входит в фонд Звенигородского музея и представляет историческую и культурную ценность. Выставка работает ежедневно, кроме понедельника. Об этом сообщает телеграм-канал «Проотдых». Самая необычная находка в автобусе с начала года произошла в Одинцове. Обычно чаще всего терялись транспортные, банковские и социальные карты. А сейчас пассажир забыл в салоне клетку с хомяком. Сотрудники МОС «Трансавта» напоминают – все потерянные вещи, за исключением скоропортящихся, хранятся в течение шести месяцев. Чтобы вернуть потерянное, пассажиру следует обратиться в диспетчерскую службу. Об этом в телеграм-канале «Проокруг». В подмосковных лесах зацвела ежевика. Обычно этот кустарник начинает цвести со второй половины июля. Но из-за жаркой погоды растение зацвело на месяц раньше. Уже через пару недель можно будет отправляться на сбор урожая. Кстати, ежевика считается отличным медоносом. Ежевичный мед – один из самых вкусных и редких. Он прозрачен, как вода, и обладает приятными вкусовыми качествами. С одного гектара цветущей ежевики пчелы собирают около 20 килограмм меда. Об этом рассказывает телеграм-канал «Проокруг». Журналисты одного из американских женских журналов назвали самую модную прическу лета 2023 года. В текущем сезоне актуальность обрела укладка «Glazed Donut» – глазированный пончик. Парикмахер Лорен Дейл объяснила, что для создания данной прически необходимо нанести на волосы средство, которое борется с пушком, а также добавляет прядем блеск. Ваши волосы должны сиять так, чтобы имитировать пончик. Просто нанесите средство на мокрые волосы и высушите феном. Укладка готова. О других мировых новостях узнаем прямо сейчас. Индонезийский ученый Сефедин Юсуф взялся за восстановление трех гектаров рифов рядом с островом Бали. К работе он привлек бывших браконьеров, которые сами же и разрушили его много лет назад. Архипелаг состоит из 120 островков. 14 лет назад здесь лишь 2% всех коралловых рифов оставались в хорошем состоянии. Рыбаки делают специальные каркасы и опускают их на морское дно. К ним крепят живые кораллы, а те потом разрастаются. Сейчас бывшие браконьеры понимают – чем больше коралловых рифов, тем больше рыбы в море. Дом мультипликатора Уолта Диснея в Лос-Анджелесе теперь доступен для аренды всего за 40 тысяч долларов. В этом особняке мультипликатор жил с 1932 по 1950 год. В особняке площадью более 500 квадратных метров есть 4 спальни, 5 ванных комнат, двухэтажная гостиная, кухня, столовая, но главное – модернизированный домашний кинотеатр с оригинальным дизайном, который использовал для просмотра ежедневных выпусков своих работ сам Уолт. Именно этот дом послужил вдохновением для легендарного мультфильма «Белоснежка». Кроме того, в нем Дисней взялся за Мэри Поппинс и Винни-Пуха. Повар из Нигерии установила невероятный рекорд – женщина готовила еду на протяжении 93 часов 11 минут. В общей сложности она провела на кухне 4 дня. За это время повар приготовила более 100 кастрюль еды, в числе которых были традиционные нигерийские блюда – рис джаллов и фасолевое пюре. По правилам женщина могла привлекать одного помощника, также ей полагался один 5-минутный перерыв каждый час. Предыдущий рекорд был установлен в Индии в 2019 году. Тогда повар провела заготовкой в 87 часов 45 минут. Работа над авторскими проектами, выступления на концертных площадках и многочасовые репетиции. Певица Людмила Серебрякова везде успевает. Недавно она стала финалисткой популярного вокального телешоу. О профессиональных секретах и планах на будущее она рассказала нашему корреспонденту Екатерине Крамор в рубрике «Про людей». Людмила с детства начала заниматься вокалом. В 5 лет мама отдала ее в музыкальную студию. Различные певческие конкурсы оказались для нее привычными, а в 17 лет она решила посвятить свою жизнь творчеству. Одной из целей девушки стало принять участие в популярном вокальном проекте. Я очень много пробовалась в этот проект, я не буду говорить сколько раз, потому что это еще началось, наверное, с детского возраста, потому что я еще достала как бы в детском возрасте этот проект, но как-то удача мне никак не разворачивалась, а тут я решила, ну была не была, пойду еще раз и все так сложилось, что вот я пришла на слепые прослушивания, ко мне развернулись все наставники и по итогу я оказалась в финале. Для Людмилы уже не важно, насколько большой будет аудитория, перед какой она выступит или станет петь в прямом эфире. Главное для певицы бороться до конца. За 15 лет выступлений она выработала в себе самые необходимые качества. У меня есть такое качество, как умение, наверное, быстро собраться. То есть уметь собраться с собой, со своими эмоциями, со своим волнением. То есть я могу контролировать ситуацию. То есть бывает такое, у каждого вокалиста бывает, особенно у начинающих, когда ты выходишь и ты все, ты разобранный, ты не знаешь, что делать на сцене. Не потому, что ты плохо репетировал или еще, а просто не хватает опыта. В финале конкурса Людмила заняла четвертое место. Останавливаться на достигнутом точно не собирается. Будет и дальше совершенствовать свое профессиональное мастерство. На данный момент у вокалистки уже есть свои авторские проекты, которыми она готова порадовать своих слушателей. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. И о погоде. По прогнозам синоптиков сегодня ожидается переменная облачность. К вечеру возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 23-25 градусов тепла. Ночью около плюс 17. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 29%. Геомагнитное поле спокойное. На этом наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в Одинцовском округе смотрите в наших информационных выпусках. А также следите за новостями в нашем телеграм-канале про округ. С новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале про молодежь. Если же вы все-таки стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который вы видите на ваших экранах. Вы смотрели «Утро» на ОТВ. С вами была Елена Краева и Наталья Гончарова. Мы желаем вам всего самого наилучшего, удачного рабочего дня и, естественно, отличного вечера. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин